Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту гибели 18-летнего спортсмена. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Трагедия произошла в ночь на 9 марта в одном из увеселительных заведений города. Как сообщили следственным отделе СКР под Зержинском району Нижнего Тагила, в ночь с 8 на 9 марта в кальянный шкаф, расположенный в доме номер 36 по улице Зари, было обнаружено бездыханное тело 18-летнего Александра Зайцева, воспитанника Нижней Тагильской школы хоккея, экс-игрока команды «Спутник ЮХЛ». Друг погибшего Влад Алабин агентству между строк рассказал, что произошло той ночью. Цитата. По словам Влада, когда Александр вышел на крыльцо, к нему начал придираться незнакомый мужчина. «Меня самого там не было, но наши общие друзья, кто там был, говорят, что Саша пытался уйти от конфликта, игнорировал, но тот мужчина нанес ему удар то ли в затылок, то ли в кадык. Александр упал и ударился головой. Насколько я понял, убийца скрылся, и пока его не нашли». Другие СМИ сообщали, что погибший находился в состоянии наркотического опьянения. Однако все друзья Александра в голос опровергли это предположение. Влад не употреблял наркотики, а из спиртова мог максимум позволить себе кружку пива. Сестра Александра разместила на своей странице ВКонтакте ориентировку на разыскиваемого и фото с места преступления, на котором запечатлен возможный убийца. Она также рассказала, что произошло с ее братом. Цитата. «Он вышел на крыльцо, и там этот козел к нему пристал. Он пытался уйти от разговора, игнорировал, но этот подонок ударил его в горло, отчего мой брат упал и ударился головой. Друзья пытались оказать помощь, но скорая приехала только через 30 минут. У него мгновенная смерть произошла из-за сломанной шеи. Также друзья Александра рассказали, что тот ранее ломал позвоночник, долгое время ходил в корсете, из-за чего и вынужден был бросить хоккей». Возможно, именно эта травма и стала причиной гибели хоккеиста. Как сообщил начальник Дзержинского районного следственного отдела СКР Денис Скильбиханов, агентство «Между строк», вскрытие тела погибшего установило, что смерть наступила в результате болезни, и поэтому уголовное дело не возбуждалось. Впрочем, факт, произошедший в кальянной драке, сыщиками не отрицается. В ходе проверки должна быть установлена степень тяжести вреда, причиненного Зайцеву в этой драке. Информация о розыске 28-летнего жителя села Петрокаменское не является полностью достоверной. То есть некий Станислав Фаганов действительно разыскивается за убийство, но совершенное в другом регионе России.